приветствую вас друзья в этом видео посмотрим на новый микрофон который мне прислали от китайской компании fifine микрофон называется am8 сейчас звук который вы слышите я записываю на новый микрофон я очень многое часто выпускаю видео по игре мир танков и постоянные мои зрители могут оценить как звук с новым микрофоном я конечно же применяю очень много всяких там фильтровый примочек и со старым микрофоном я это делал и снова для чистоты эксперимента и что было понятнее я применял все то же самое что и к старому микрофону то и к новому и даже там будет момент где записывал и будет слышно вообще без ничего там где чистый звук без каких-либо фильтров без ничего также я провел еще пробный стрим которому я особо никак не подготавливал микрофон просто подсоединил компьютеру vbs ки выбрал другой микрофон а m8 и с теми же фильтрами которые были у меня на старом микрофоне с теми же стримил и на новом микрофоне принципе все вообще ничего не менял единственно что я заметил что новый микрофон чуть потише поэтому я просто добавил плюс 5 герц и все в любом случае у меня там стоит фильтр чтобы звук не выходил за красную зону поэтому все было в порядке особо там накосячить сложно и так на распаковке мы видим что что я никак не подготовлен к распаковкам и в принципе я распаковки не снимаю я снимаю видео по игре стримлю и и от всякие такие распаковки я иногда снимал на веб q для своих зрителей которые собрали какой-нибудь донат на какую-нибудь вещь которая мне нужна в стримах и в видосах я чисто как видео отчет снимал типа вот что-то мне приехало вот она в этот раз мне прислали микрофон который в итоге у меня останется то есть это бесплатно он у меня остается компания фифа и на грубо говоря оплатил этот микрофон просто снимаю распаковку этого микрофона и рассказываю свое мнение в принципе все я никак не ограничен поэтому сейчас вам расскажу свои впечатления во-первых коробка доехала с пересадками хоть и тяжело но быстро в целом она целая это уже хорошо даже не помятая все идеально в коробочке мы видим что подставка для микрофона сам микрофон бумажечки из какой-то там вспомогательной информации которую я чуть-чуть пролистал но особо не читал также у нас есть еще провод провод юсби просто втыкаем в компьютер все микрофон работает ну понятное дело что надо еще и в микрофон его втыкнуть и в принципе у меня вопросы возникают к этому микрофону только в одном месте в том месте где провод собственно говоря я померил его на рулетку он получился два метра пять сантиметров я не прям идеально вымерял но в общем и целом два метра а также я померил провод старый и он получился почти три метра 2 и 8 практически на метр почти старый провод длиннее из-за чего удобно его проложить вокруг стола также удобно накрутить его на стойку микрофона на ножку на пантограф куда угодно можно хоть на руку себе намотать и он плюс еще в оплетке он очень мощный такой им можно наверное машина тягать спокойно вообще а вот на микрофоне от fifine провод во-первых короче бог с ним что не в оплетке в принципе это несущественно самая главная длина мне ее не хватает также я на стриме со зрителем своими разговаривал есть тоже зритель у которых есть такой микрофон и они тоже столкнулись с тем что им длины провода не хватает вот длина 2 и 8 она прям такая уверенно ее хватает это прям классная длина два метра пять сантиметров ну такое мой старый микрофон это м аудио uber mic он сейчас стоит 11000 по параметрам он посолиднее чем этот микрофон но и сравнивать их наверное не совсем правильно поскольку они в разных ценовых категориях 11000 рублей в днс и стоит мой старый микрофон и fifine m8 в днс и стоит 6100 почти в два раза разница я думаю тут понятно что у одного микрофона параметры отличаются от другого но я также хочу сказать что по звуку прям существенной разницы прям какой-то глобальной нет особенно если пользоваться допустим в бск если вы стримите различными фильтрами так вообще зрители особенно которые на телефоне смотрят вообще не видят разницы а вот если там в наушниках или на больших колонках разница должна быть и при этом все равно она будет не сильно большая тем самым если не покупать микрофон за 11000 можно почти тоже самое получить за 600 но только будет провод короткий и не в оплетке также еще мой старый микрофон весит 700 грамм а на ножке он весит вообще килограмм 700 грамм это прям какой-то таран для выноса ворот в замках я не знаю это просто жесть какой он тяжелый ножка микрофона понтограф мой дешевый некий с алиэкспресс за 1000 рублей еле-еле с трудом вообще держит тот микрофон микрофон от fifa на 8 весит 400 там с хвостиком грамм практически 400 это почти в два раза легче прям чувствуется что он легенький он на стойке мир микрофона держится легко за ним видно лучше поскольку мой старый микрофон огромный тяжеленный и в этом плане мне удобнее с микрофоном от fifa на 8 а вот мой старый м-аудио убермик это прямо огромная бандура с которой тяжело за ней ничего не видно прям с ней надо привыкать чтобы с ним как-то можно сидеть за компом с этим конечно полегче также мой старый микрофон очень сильно захватывает звук окружения даже когда выбираешь режим направленный все равно захватывает звук соседней галактики даже если там какой-то кто-то где-то там счета шоркнет все равно все слышно поэтому приходилось очень сильно накручивать шумодавы различные это конечно тяжело микрофон fifa на m8 в этом плане меньше захватывает звук вокруг и он чуть потише но с другой стороны он имеет только направленный звук у него тут выбора нет там у меня были всевозможные выборы на старом микрофоне и направленный звук и звук отовсюду сразу и звук с двух сторон типа как конференцию ты ведешь короче там всякой лабуды лишней очень много которые я никогда не пользовался если она вам надо то конечно да но мне вот я сколько лет стримлю видосы записываю я ни разу им не пользовался поскольку у меня всегда звук от меня с одной стороны мне больше ничего не надо получается я просто переплатил за то что нич ну чем я не пользуюсь также здесь хорошая защита от ветра и внутри и снаружи что тоже хорошо на старом микрофоне там особо такого нет а если по фильтр какой-то куда-то лепить то это еще дополнительный куда-то вес дополнительным нагромождение за которыми ничего не видно у меня где-то валяется по фильтр но и без него тяжело с огромным тяжелым микрофоном также я еще попробовал сенсорные кнопки и я понял на стриме возможно почему кнопки сенсорные зачем они нужны поскольку я никогда об этом не задумывался но на старом микрофоне у меня кнопки не сенсорные а обычная кнопка выключения микрофона если мне надо было отойти или я там чихну или еще что-то какой-то звук или телефон позвонил я ее нажимаю и все на стриме слышат как я класснул кнопкой когда сенсорную кнопку нажимая просто пальцем слегка дотрагиваюсь она нажимается и никакого звука нет на стриме звука в ноль возможно для того чтобы звуков никаких не сдавала кнопка можно быть так удобнее не знаю но в целом есть некоторые плюсы от кнопки нет звука но возможно ее можно зацепить как-то случайно но пока что я с таким не сталкивался также у микрофона есть еще дополнительный разъем не юсбишный а какой-то там более профессиональный для какого-то специального провода которого у меня нет попробовать я не могу но вроде как на других обзорах люди проверяли и звук становится получше но это уже там нужно оборудование дополнительное проводы там и все остальное чего у меня нет также здесь есть еще две крутилки одна для звука потише погромче вторая для звука в наушниках которые можно подсоединить к этому микрофону также есть две кнопки сенсорные одной мы включаем выключаем подсветку если зажимать ее а также просто нажимаем и меняем цвет подсветки и там даже есть какая-то разноцветная которая еще и двигается также есть еще сенсорная кнопка включить выключить микрофон ну и в принципе все она также еще и подсвечивается зелененьким работает красненьким не работает в целом по звуку я микрофоном доволен по размеру по весу по цене тоже и лишних функций нет чисто для стримов для пообщаться в дискордике для записи голоса для видосов принципе все те функции которыми я пользуюсь каждый день и часто и много здесь все есть она все работает на достойном уровне если бы лет пять назад когда я покупал свой м аудио uber mic который в то время стоил даже не 11 а 13 тысяч если бы я в то время купил такой микрофон я в принципе ни о чем не пожалел и даже бы сэкономил деньги не переплачивая за лишние функции которые мне не нужны но скорее всего пришлось бы докупить длинный провод он бы сильно упростил мне жизнь поскольку с этим проводом мне длины не хватает теперь посмотрим как я записываю звук в программе audacity в принципе я записал сначала обычный набор слов специально делал большие пропуски между словами между фразами для того чтобы вы увидели работу некоторых функций этой программы потом я еще буду там всякие плагины использовать которые скачал бесплатно в интернете установил в эту программу и в обоиске эти плагины у меня тоже есть проверка звука в программе audacity микрофона от fifine а m8 с моими личными примочками чтобы посмотреть какой будет результат звука в общем и целом сначала я использовал компрессор для того чтобы нормализировать звук и он немного выровнялся проверка звука в программе audacity микрофона от fifine после чего я сделал обрезку пустых мест где нет звука для того чтобы между словами не было больших пропусков эта функция очень сильно мне помогает когда записывают длинные видосы ищу информацию иногда там делаю очень большие перерывы поскольку разбираюсь что там сказать по каким-то новостным роликом и пока там разбираюсь иногда очень большое расстояние нужно вырезать и это автоматическая функция очень сильно спасает очень сильно упрощает это занятие проверка звука в программе audacity микрофона от fifine а m8 с моими личными примочками чтобы посмотреть какой будет результат звука после чего я еще ускоряю свой голос в эффектах высота тона и темп есть изменение темпа на 17 я ускоряю свой голос это не сильно много это чуть-чуть но просто добавлять живости и сокращает время чтобы я укладывался в меньший промежуток чтобы видео было более компактно и особенно если она на 10 на 20 минут это небольшое ускорение иногда может сократить пару минут также волос не чувствуется таким уставшим когда его немножко ускоришь там есть другие функции которые ускоряют голос но они искажают а именно вот эта функция не искажает проверка звука в программе audacity микрофона от fifine а m8 с моими личными примочками чтобы посмотреть какой будет результат звука но еще пользуюсь двумя плагинами marvel g и q а также еще тдр нова эти плагины добавляют больше объема я их не слишком сильно выкручивал они немного дополняют звук и в принципе и ладно есть там некоторые выкручивать так сильно что там прям аж сильно жестко я немножко просто на свой вкус мне так больше нравится кажется что голос более объемный проверка звука в программе audacity микрофона от fifine а m8 с моими личными примочками чтобы посмотреть какой будет результат звука ну и также в конце еще vbs ки покажу как я его подключаю какие фильтры использую там в принципе все очень просто и понятно во первых у меня vbs ки идет разделение звука поскольку музыка на ю тубе у нас блокируется за счет авторских прав поэтому на разные площадки одновременно идет разделение звука музыки где-то музыка есть где-то ее нет при помощи плагина который во первых разделяет звук между разными дорожками также есть еще плагин который позволяет стримить сразу на несколько площадок ну а фильтр я использую шумоподавление которое возможно можно будет сделать попроще с этим микрофоном но я использую пока что настройки своего старого микрофона где у меня микрофон захватывал очень жестко все вокруг пропускной уровень шума чтобы очень всякие громкие вещи не попадали также плагины те же самые которые немного раскрывают голос на мой взгляд и также я добавил еще усиление плюс 5 децибел для того чтобы было лучше слышно но и в конце плагин который ограничивает звук до какого-то момента чтобы она прям сильно в красное не уходило для того чтобы звук не зашкаливал в принципе я микрофон посмотрел везде где им пользуюсь микрофон меня устраивает везде кроме длины провода в принципе все также весь этот видосик вы слышите с новым микрофоном можете в комментариях написать как вам в плане веса и размера он не устраивает лучше чем прошлый микрофон лишние функции их тут нету поэтому микрофон видимо получилось сделать в два раза дешевле чем мой прошлый микрофон ну а длину провода можно исправить покупкой более длинного провода качество звука вы слышите сами как я с микрофоном работаю я вам показал в принципе все надеюсь было интересно теперь микрофончик остается у меня что меня радует поскольку старому микрофону очень много лет моему старому микрофону больше пяти лет кажется там может быть все семь я не знаю очень много лет я даже не помню уже поэтому лучше будет у меня два микрофона один будет запасной в принципе на этом все с вами был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока